Всем привет! Ввиду усиления контроля нарушений правил дорожного движения, в том числе и превышения скорости, многие автомобилисты на сегодняшний день будут нуждаться в средствах самодисциплинирования и предупреждения, к которым можно отнести радар-детекторы. Кто не в курсе, радар-детектор это такой вот миниатюрный помощник, в некоторых европейских странах они запрещены законодательством, но в нашей стране радар-детекторами все еще можно пользоваться и экономить свои деньги. Некоторые автомобилисты считают их абсолютно бесполезными, а некоторые говорят, что эта вещь действительно сохраняет бюджет. И в данном видео мы поговорим о радар-детекторе Crunch 226B, который работает с сигналами подавляющего большинства полицейских радаров, а также улавливает лазерные радары, причем на 360 градусов. Радар-детектор построен на базе процессора Samsung, имеет защиту от дистанционного обнаружения, условную защиту от ложных срабатываний и функцию автоматического приглушения громкости. Автоматическое приглушение громкости работает следующим образом. Даже если у радар-детектора выбран максимальный режим громкости, при улавливании сигнала полицейского радара продолжительностью более 5 секунд, устройство автоматически начнет снижать громкость, чтобы не раздражать водителя. Иначе своими оповещениями радар-детектор просто сведет вас с ума. Радар-детектор может устанавливаться либо на торпедо, либо на лобовое стекло. Для установки на торпедо в комплект поставки включена одежная липучка на двухстороннем скотче, которую можно приклеить в необходимом месте и затем быстро и удобно монтировать, демонтировать радар-детектор. Для установки на стекло снимается с корпуса заглушка и устанавливается блок вакуумных присосок. Так как самыми актуальными в Украине на сегодняшний день являются непосредственно лазерные полицейские радары, то при выборе радар-детектора стоит ориентироваться на умение работать именно с лазерными радарами. Как я уже говорил, Crunch 226B может обнаруживать лазерный радар вокруг себя на 360 градусов. У лазерных полицейских радаров, в отличие от радаров, работающих по эффекту доплера, есть одно существенное преимущество. Лазерный луч на дистанции 200-300 метров имеет пятно примерно с 50-копеечную монету. Целятся лазером в район номерного знака и предположить, что радар-детектор, установленный на торпедо, каким-то образом поймает этот луч невозможно. Но при увеличении дистанции до 500-600 метров или даже километра, пятно лазера существенно увеличивается, и за счет неровностей дорожного полотна есть высокая вероятность того, что лазерный луч попадет на чувствительный элемент радар-детектора. При этом, чтобы выписать водителю штраф, показания полицейского радара должны быть подкреплены фото- или видеофиксацией. Выполнить фото- или видеофиксацию на дистанции 500-600 метров невозможно. Это делается с дистанции примерно 100-200 метров. Помимо обнаружения лазерных радаров в радиусе 360 градусов, Crunch 226B имеет два режима чувствительности для города и для трассы. В режиме трассы 1 чувствительность во всех диапазонах максимальна. Устройство улавливает X, K и K-A диапазон. В диапазонах X, как правило, работают старые радар-детекторы, а в диапазонах K и K-A раздвижные двери заправок и супермаркетов. Современные полицейские радары в этих диапазонах, насколько я знаю, не работают. Поэтому данный режим, я считаю, неактуальным. В режиме трасса 2 работают диапазоны K и K-A. Режим X отключается. В режиме CT1 диапазоны X, K и K-A работают с пониженной чувствительностью. А в режиме CT2 диапазон X отключается, а K-A и K работают с пониженной чувствительностью. И, собственно говоря, возможность выбора одного из четырех режимов чувствительности позиционируется производителем как защита от ложных срабатываний. То есть, проезжая через центр густонаселенного города, вы выбираете режим CT2 и таким образом уменьшаете количество ложных срабатываний. Например, сейчас радар-детектор в режиме трасса 1, чувствительность в K-A диапазоне максимальная, и он постоянно срабатывает на раздвижную дверь нашего магазина. Ну, в принципе, это слышно. В режиме Город 2 чувствительность будет минимальной, и сработки будут происходить реже. Для проверки работы радар-детектора в режиме обнаружения лазера у нас есть специальный эмулятор. Он работает в разных режимах, но нас интересует непосредственно лазерный режим. Сейчас я направлю лазерный луч с тыльной стороны радар-детектора, то есть не со стороны переднего бампера и капота, а со стороны багажника. И радар-детектор срабатывает. Теперь, например, можно с одной стороны, теперь можно направить луч с фронтальной стороны и еще с одной стороны. Обнаружение лазерного луча в диапазоне 360 градусов работает. Но нужно понимать, что это все-таки не панацея, и если лазерный луч радара не попадет на чувствительный элемент данного устройства, то оповещение не будет происходить. На этом, как обычно, все. Свои возражения и пожелания пишите в комментариях, но перед этим обязательно поставьте лайк и подпишитесь на наш канал. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok